Взгляд изнутри Сейчас я буду приглашать вас внутрь своей картины, чтобы вы стали частью этого действия. Сегодня я хочу пригласить вас в акварель под названием «Джазовая аллея». Давайте окажемся внутри слоев цвета, эмоций, танца и музыки. Я создал эту картину в 2002 году. В эти джазового музыканта, танцующего под дождем, джаз и танец всегда были частью меня. Когда я был маленьким мальчиком, мои родители обнаружили у меня идеальный слух. На протяжении трех лет я брал уроки пианино. Я бы не сказал, что я ненавидел это занятие, но я не получал от него удовольствия такого, о котором мечтал. Для меня было значительно проще, зная основную партию, импровизировать, находя свои собственные направления и нюансы, чем играть по нотам. Я думаю, что это было начало моей любви к джазу, импровизированной мелодии, где каждый музыкант играет, исходя из собственных умений и собственных эмоций. После трех лет обучения музыке уроки перешли в художественное русло. Я поступил в художественную школу. Думаю, что мои родители хотели, чтобы я имел возможность видеть многообразную картину мира и быть музыкально-художественно образованным человеком. Несмотря на профессию художника, музыка все-таки осталась во мне. И я периодически сажусь к фортепиано, поиграть для себя. А в свои картины я все время включаю кусочки музыкальных нот, чтобы создать ощущение спрятанной музыки. Мы видим поздний вечер в Новом Орлеане, штат Луизиана. Город на реке Миссисипи был основан в 1718 году и известен в наши дни круглосуточной ночной жизнью, яркой живой музыкой и острой кухней. Это смесь французской, африканской и американских культур. Многие джазовые музыканты вышли из Нового Орлеана. Луи Амстронг, кстати, является одним из них. Всем знаком праздничный дух Марди Гра. Карнавала в конце зимы с костюмированными парадами и уличными вечеринками. На картине мужчина танцует под дождем, выщелкивая пальцами ритма. Отражения на мокром асфальте дают нам интересное единственное сочетание зданий, дорог, музыки, машин, воздуха. Пустынная улица дает нашему герою возможность танцевать по лужам, не заботясь ни о ком вокруг. На рекламе мы видим имена известных джазовых музыкантов. Таким образом, я хотел соединить их вместе в уникальный джазовый оркестр, где каждый из них имеет свой голос. И играя вместе, они воссоздали историю новой джазовой музыки в Америке. Я стремился создать ощущение ритма вне времени. Ну и как всегда, увидимся в следующий раз, в следующей картине. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова